про вашу территорию здесь вот я подумал что я про свою терять вот такая есть поговорка кто о чем а вшивая баня а я вот я про телевидение мне очень зачем мы к вам пришли нет нет совсем про другого отлично чтобы к нам пришли но вот почему от нас уходят я имею ввиду зрители я к чему говорю что этих видеоблогеров часто используется телевизионный контент более того они все потребляют это телевизионный контент но потребляют его в youtube то есть есть масса проектов которых в сети смотрят в десятки раз больше людей чем в эфире как-то это можно вот условно говоря монетизировать успеха телевизионного проекта если этот успех случился совершенно вот ну вот на 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 вашей территории что на что нам делать в принципе есть перспективу это или мы обречены на то что как контент будет растаскиваться давайте мы за интернетом по вашим задать задать спустимся вниз да то есть ну вниз да то есть и посмотрим на то как себя адаптировали юмористические сериалы и юмористические истории да то есть я вас уверяю неплохо у них есть большая смотрибельность телевизоре есть большая смотрибельность в интернете они зарабатывают и там и там это очень похоже на историю с книгной бумажной книги электронной книги вот на сегодня 10 процентов доходов но не специально интересовался на буквально вчера задал вопрос а какой процент доходов у вашего издательства большое издательство от электронных книг ну разного свойства вот 10 процентов за один день рынке не занимаются да но вот на текущий момент например если мы пройдем по линии юмористических передач я уверен что структура доходов условно существенно есть телевизионная структура доходов но если большая структура доходов в интернете высокой смотрибельности как только начнем подниматься будет хуже надо дать должное да то есть но тем не менее идет завоевание рынка качественный контент посмотрите на видео блогеров которых мы так с одной стороны все боимся обратите внимание на качество съемки там же снимают ваши же коллеги вы же возможно там даже принимаете участие почему у телевидения есть колоссальный защитный организм профессиональный контент тяжелый контент его нельзя просто сверстать на бумажке написать да вот если на бумаге интернет победил прессу это правда да тут даже можно не разговаривать потому что ну какой журнале взял написал хлест как красиво и вот уже перепостили расшарили за пять минут но люди голосуют за качественную картинку это очень важно люди голосуют за качественную картинку но там же картинка все два типажа либо это новости но новости все-таки вы за них надеюсь не боретесь уже я надеюсь то есть на все-таки телевизор и новости они изначально были не очень совместимы сейчас обидно было челябинский метеорит через пять минут 600 600 тысяч человек на сайте но я про эту часть я про технологии я про технологии новости кто угодно вот челябинский метеорит упал на самом невинном давайте выберем да и люди хотят прямо сейчас узнать как упал челябинский метеорит прямо сейчас телевидение этого не может физически обеспечить просто в силу хотя бы доставки сигнала до интернет может а вот те же касается качество картинки это абсолютно защитная история вспомните историю блогеров там сто пятьсот да то есть были такие популярные блогеры прям даже было видно знаете граничка и у них появились знаете титры бегающие да то есть а это же очень тяжелый процесс это огромный плац съемки и люди голосуют но я бы привел пример там старый как за счет порно технологии развивался интернет люди и был спор между сжатыми но большими файлами либо очень качественными но коротенькими да и люди голосовали себя за хорошее качество и здесь то же самое у вас абсолютно защитная история нельзя снять хороший видеоконтент вот именно хороший видеоконтент без спецэффектов без микшера за 30 тысяч долларов без оператора без звуковика без еще что-то да а это уже как называется это называется продюсерская компания или как-то я точно не знаю как это производится да то есть канал же является просто заказчиком история у кого-то да то есть но она сам что-то делать но когда-то сам что-то делать и они уже становятся они уже практически институализировались даже по сути оксимарон и на к телеканале культуры это уже легализация да он уже не матерился значит ему надо зайти был прямой то есть не шансов не 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 было шансов не было шансов потому что он уже захотел играть в эту игру они все дело в том что нельзя вот пока на текущий момент есть шикарный сдерживающий механизм деньги да которые регулируются историю инвесторы хотят не хотят деньги давать андеграунду хотят деньги давать классики а классика это что это шикарная картинка это прекрасно цвета отделения это великолепные современные камеры это 3d эффект ты сама по себе стоимость входа в этот рынок она колоссальна смонтировать историю смонтировать просто нормальный эфир да это же переписывание это должно быть микшерный пульт я уже знаю что там должно быть микшерные столы какие то есть это нельзя сделать в частном лице как только у вас система все вы встроились я понимаю что это грустно звучит возможно для тех кто там там ломает устоя но никогда даже вот я извиняюсь сейчас употреблю слова которые вот просто вас возможно там марьяна ротом иван гай саша спилберг например не к ночи да вы посмотрите на их сюжеты там прекрасно работает оператор это всегда деньги как только деньги там всегда порядок вот как только появляются деньги до юридическое лицо это сразу претензии это сразу это бизнес на бизнес знаете ли он старается очень сильно играть по правилам поэтому я думаю что в этом смысле телевидение основная задача наращивать качественный контент до идти в интернет до бороться с пиратами вот но разный способ борьбы есть борьба когда договариваются просто есть борьба когда пытаются уничтожить уничтожить сложно договориться легче на это вопрос уже вкуса там разные там вот кого я знаю коллеги по-разному борются